Уважаемые любители моих научных опытов, в том числе проводимых над гомо-сапиенсами, мы начали новый проект по оценке энергетического баланса мозга человека, то есть насколько человек может управлять своим мозгом. Еще раз подчеркну, это не всем нужно. Если у вас возникают проблемы, например, даже с интернет-коммуникациями для участия в проекте, то, может быть, не надо так напрягаться. И вообще мы, отнюдь, небольшие любители широкого распространения нашего проекта, он будет прекращен в тот момент, когда количество людей, которых мы бы хотели привлечь к исследованию, это, так сказать, произвольная выборка до известной степени, потому что понятно, что люди, которые смотрят мои ролики, они, как бы так сказать, уже отобранная группа, то есть они понимают, о чем я говорю, что, в общем, заставляет меня проявлять к ним огромное уважение. Но это отнюдь не все, отнюдь не срез глобальное общество, это уже, так сказать, сливки общества. Как не печально это говорить? Так вот, этот проект, он начался, он осуществляется опять на пожертвование. Почему? Потому что, ну, не получается у людей, против которых, может быть, применена эта технология, они не хотят финансировать такие научные проекты. Я думаю, что всем это понятно. И, в первую очередь, ужас испытывают чиновники, до которых с помощью таких методик можно добраться. Итак, проект начался, он где-то с 3 марта, и скоро мы начнем, значит, активно по нему работать. Технология такая. Вы читаете, в том числе, под этим роликом объявления, обращаетесь на этот сайт, пишете два слова, все, хочу участвовать, получаете в ответ соответствующее письмо, где говорится, что от вас требуется. Требуется все по-старому, нужны руки, лицо, фаз, профиль, и текст около 600 слов, которым вы изложите какое-то свое событие, которое лично вас задело. То есть то, что вас заволновало, расстроило, заинтересовало, вдохновило, все что угодно, но ваше личное. Иначе анализ будет невозможен. Это все присылаете, делайте пожертвования, потому что, к сожалению, я еще раз повторю, проект пока государством не финансируется. Ну и дальше ждете какое-то время, пока сотрудники, а это несколько человек, которые в этом участвуют, вам напишут соответствующее заключение. Оно может быть не очень лицеприятным. Я заранее предупреждаю. Единственная особенность моей деятельности, в том числе и по всяким проектам, в том числе даже по заказным, что основным условием моего участия в том или ином проекте будет честный результат. Понравится он заказчику или нет, мне абсолютно до лампочки. А дело в том, что он должен быть честным, иначе это невозможно осуществлять никакую научную работу. У нас в основном все заказные исследования носят фальсифицированный характер для того, чтобы угодить человеку, который дает деньги. Вот я этим и мои сотрудники не занимаются. Поэтому заранее приношу извинения. Если кому-то сильно не понравится, то, что выяснится у него в голове, может не соответствовать его представлениям о себе и о своем месте в обществе. Поэтому трижды подумайте, прежде чем участвовать. Может быть, не надо этого делать. Лучше жить в мире иллюзий. Это всегда намного приятнее, чем знать в том числе о себе правду. Поэтому, уважаемые господа и товарищи, ну, кому как больше нравится, мне это все равно. Гомо сапиенс, он и гомо сапиенс. Неважно, кто он олигарх, миллиардер или товарищ, это все равно. Таким образом можно поучаствовать в новом проекте. Еще раз напоминаю. Мы не определяем склонность к той или иной деятельности. Нет у нас таких задач. Для этого нужно строить томограф, который, как вы понимаете, те же самые чиновники абсолютно не хотят строить. Никакого желания у них нет. Зачем себе строить гильотину, который тебе же отрубит голову? Конечно, нет. Поэтому с томографом пока дело идет вяло. Но зато вот у нас косвенные методы определения энергетического баланса мозга. Что есть? О чем идет речь? О том, можете ли или не можете себя заставить заниматься чем-то разумным, кроме еды, размножения и доминантности. Или нет только, как эти у нас пионы с наколками на лбу. Сможете только это трясти причинными местами и вопить какие-то нишейнораздельные слова в таких же бездарных песнях. Или киношники, которые сняют бездарное кино с артистами, которые ходят, как с провинциального клуба самодеятельности с лицами такими замерзшими лет в 25 без эмоций. Играют одно и то же. Но это так, к слову. Итак, ко мне есть один вопрос, который регулярно всплывает. Я кратко постараюсь на него ответить. Очень многие слушатели интересуются. А что глобально-то в стране происходит? Почему конфликт? Почему тысячи академиков выступают против СВО? Почему сотни тысяч чиновников делают всё, чтобы страна не развивалась? Почему финансовые, так сказать, олигархи не вкладывают деньги в постройку новых танков и обеспечивание защиты нашей страны, а только ищут возможности как бы утащить очередную порцию денег? Почему те заводы, вокруг которых находятся люди, там ничего не строится и не делается, только откачиваются средства? Вот эти вопросы все возникают как следствие глобального процесса. Вот два слова я на глобальный процесс и потрачу. Глобальный процесс в чём состоял? Что к концу 90-х годов у нас в стране в любимой партии и правительстве, то есть в КПСС, и комсомольцы, которые сейчас олигархи, ну вы понимаете, что это за комсомольцы были, и зачем эти прыщавые юнцы лезли в ЛКСМ? Ну, конечно, за колбасой в распределителе Награновского, теперь Романов-Переулок. И больше ни зачем. Плевать им было на всю эту молодёжь, на всю страну, как и в общем коммунистам. Они хотели сделать только одно – наворованные деньги передавать по наследству, имущество. И это сделали. То есть, иначе говоря, из-за недосмотра КГБ, различных специфических структур и, самое главное, глобального протухания партии и правительства, наша страна из эпохи недоразвитого носоциализма вернулась в капитализм, то есть в биологическую эволюцию. Во власть пришло огромное количество людей, которые являются начальниками, стали начальниками в условиях капитализма, то есть биологической эволюции. Биологические существа, да нет у них ничего в голове, ни о чём. Мои призывы о том, чтобы давайте возьмём яхту метров сто и поплывём в Тихий океан, и там наловим грибнезубых акул, изучим их в мозги, ничего не привели. Им неинтересно. Им интересно то же самое, что интересно, шимпанзе. Побольше самок, побольше вкусной еды. Ну и выпендриться перед соседями, это понятно. Вот они в Англию поехали все. То есть, иначе говоря, подвожу сухой остаток. И чиновники, и наука в виде популяризаторов, академиков, которые пролезли туда по биологическим законам, нерассудочным, это всё результат смены человеческой эволюции, которую пытались осуществлять в нашей стране с помощью коммунизма. Тоже дикая вещь совершенно, но тем не менее, это была попытка неудачная. Была заменена на исторически оправданную биологическую эволюцию. И биологические доминанты пришли всюду, в директора институтов, больших центров и прочее, прочее. Среди них единицы пытаются хоть что-то сделать для той же науки, для того же образования, для той же промышленности. Но они бьются, как рыба об лёд. Как там наш, например, директор ЖНЦХ. Почему? Да потому что вокруг совершенно другая среда. Там такие принципы не работают. Там работают принципы за 30 лет выращенные из глубин джунглей. Вот это вот траляля. Что хочешь, не делай. Поэтому, если говорить о глобальных процессах, то сейчас идёт в результате военной операции специальной. Вот это всё обезьянье повылезло. И сейчас идёт методическое выкорчевывание обезьяньих корней, которые накопились за 30 лет. Это системы военного устройства, промышленности, образования, науки. Это будет болезненно и долго. Потому что, естественно, ни власть, ни деньги никто просто так не отдаст. поэтому я советую вам запастись терпением. И тогда, может быть, мы и дождёмся чего-нибудь позитивного, интересненького. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова